Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне! Всем привет, друзья мои, мои хорошие, мои дорогие, любимые, мои зрители, гости моего канала и мои друзья почти как родственники, потому что вы меня поддерживаете своим теплом, своими советами. Я ни на кого не обижаюсь, просто я обижаюсь, когда меня оскорбляют, унижают мою семью. Моего мужа, меня, вот тогда я только обижаюсь, а если вы даете советы, я всегда прислушиваюсь. Насчет моей прически, вы знаете, что я понимаю, что я хотела совсем другой цвет. Эмма, когда пришла ко мне, она так нервничала, очень переживала, что не смогла угодить мне. И она так старалась что-то исправить мне. Ну вот я сказала, мне вот эту рыжину сзади закрась. И потом она здесь чуть-чуть улучшила. Да, понимаю, коротко вышла, я так не хотела. Ну ничего, буду отращивать, волосы не испортились, нет, абсолютно. Волосы мягкие, просто сейчас у меня воск намазан, чтобы немножко форму придать. Ну а волосы вырастут внизу, вы же не так ли. Зато мне сейчас хорошо, у нас очень жарко, началась, появилась влажность. Потому что вот я сижу, ничего не делаю, а руки, парь, такие как будто грязные, липкие. Хотя ни до чего не притрагивалась. И цвет волос я, конечно, потом, попозже изменю. Хочу немножко потемнее. Ну как получилось, так получилось. Что теперь делать? Эмма первый раз столкнулась с моими волосами. Она не знала, что они такие проблемные. Ой, что-то у меня все чешется. Что это у меня все чешется? Что это у меня там чешется? Чешется, чешется. И я ее успокоила, что мне понравилось сегодня. И буду же портить настроение. Вообще я такой человек, когда никогда никому не порчу настроение. Бывает, может, редко и не спонтанно. Я не хочу этого. Ну так вот, сейчас перейду к основным новостям. И чем я занималась целый день. Вчера вот мы ездили с Ашкэмом в район Чешмели. Моя Раечка присоединилась к моему бизнесу. Она стала инвестором. Тем более сейчас промоушен такой. Воспользовалась возможностью. Вот у нас цены бумаги на сегодняшний день 50 евро и 30 евро центов. А она купила по 30. И она очень довольна покупкой. И поэтому вот мы, я так не афишировала, просто выставила несколько фотографий. Показать вам. И все. Ну, а вчера мы ездили тоже. У меня была другая встреча. И мы с Ашкэмом, когда поздно вернулись, зашли покушать в ресторан. Я думала, что я турецкую кухню знаю. А оказывается, не знаю. Столько блюд. Хочу научиться кебаб патлиджан делать, как это делается, кусками мяса с патлиджаном. В общем, буду учиться и буду вас обучать. Вы же хотите? Да. Я уверена в этом. Переходим к следующей теме. Волосы мы обсудили. Предыдущее видео обсудили. Ваши комментарии обсудили. Что я ни на кого не обижаюсь. И не удаляю. Только в том случае, если они не переходят на личности. Не оскорбляют меня. Тогда мне становится неприятно. Я не говорю, что хейтеры вы. Ну, есть и покруче хейтеры. Вы просто даете мне совет в красивой форме. Я к этому прислушиваюсь. Не будем возвращаться к этой теме. Все. Закончили и закрыли. Я повторяться не люблю. Друзья мои, сегодня я с Ашкэмом занималась балконами. Вот я сейчас вам покажу, как выглядит наш балкон. И то это сейчас. Вот я сделала с того, что имеется у нас в доме. Ну, в этом месяце мой муж сделал большие покупки. Вы сами видели там. Мы как-то можем. Ну, скоро у него когда будет зарплата. Почти скоро. Ну, мы уже контролируем. Он вместе. Он советуется со мной на любую тему. Вот если я его спрошу, сколько что, мы обсуждаем, сколько ему осталось платить там, сколько платить там, сколько там. И мы уже из этого строим какие-то планы. Я сделаю дом уютный с тех средств, которые у меня сейчас в данный момент есть. Ну, так вот. Переключаю камеру. И смотрите сегодня, чем занималась Ашкэмом. Ну, а вот и мой балкон. Смотрите, я так медленно делаю. И вот мой гикос, гикосик целый день с ним возил. И вот вы видите, наша штора. Вот почему-то Ашкэм не дал заказ, чтобы разрезали на две части. И я, если мне не будет устраивать, то я ее обязательно порежу. Ну, посмотрите, какая прелесть. Мои цветочки сразу. Сказали мне спасибо уже несколько дней. Вот, посмотрите, вчера, кстати, принесли. Да, да, вчера Ашкэм пошел и привел этого мастера. Мы же отдали там дорожки. Потом я заменю дорожкой здесь вот. Постелю сюда. Что мне понравилось? Вот сейчас поближе покажу вам. Во-первых, я переставила это сюда, друзья мои. Чтобы закрыть немножко такой вид печи. Вот тут у меня будет вообще скоро очень красиво. Смотрите, я вам в каждом видео, вы, наверное, устали от моих цветов. Но они настолько успокаивают, не скажите. Я так радуюсь, что они пошли наверх. Мне будет вообще скоро очень-очень красиво. Вот этот цветок, который был у меня на холодильнике, пересаживать его в другой метод я не стала, а я просто обвернула фольгой. И я его повешу вот рядом с кондиционером. Ну, мы купим такую раф-раф полка. И, мне кажется, будет лучше. Скажите. Вот сейчас мы с Ашкэмом будем уже ужинать здесь на балконе. Я обожаю здесь сидеть вечером. Обожаю. Скажите, не так понравилось вам? То есть, все цветы максимально с моей комнаты, с залы, я перенесла сюда. Мы сегодня помыли с ним балконы оба. Все. Перемыли, перечистили. А здесь нам достаточно два стульчика. Потом в будущем мы на кухню. Покажу вам и кухню, как и что. А сейчас я вам покажу моего любимого. Вы? Смотрите, вот на мою птичку. Сегодня какие у нас успехи. Ну, я всегда ему ставлю водичку. Он купается у меня. Я его брызгаю спрея тоже. А сейчас он мне чистится. Я сегодня взяла вот чуть-чуть вот это вот. Он надломалась, он же не кушает. И просто ему дал. Он думал, хотел меня цапнуть. И чуть-чуть покушал. Вот только что я поменяла ему салфеточку. Чистеньку положила. Ну, как тебе не стыдно, а? Гигос, Ашкам, не поворачивайся к моим зрителям с попой. А ну-ка быстренько повернись, поздоровайся, скажи привет. Вы видите, какая птичка. Яшка ему сказала, давай его выпустим. А он говорит, слушай, мы его выпустим, а потом как мы его опять сюда посадим. Вот в чем проблема. Ну, в общем, я смотрю за ним. Он мой взгляд такой такой. Боже, какое счастье, что он ко мне прилетел. Такой красивый у меня мальчик. Гигос красивый. Гигос когда начнет говорить? У меня много терпения. Я подожду. Гигос. Гигос. Посмотрите, видите, он на меня уже реагирует. Так, друзья мои, пойдемте дальше. Я вам покажу, что я сегодня, чем занималась еще. Какие у нас перемены. Так, вот смотрите. Посмотрите, сколько у меня места освободилось, когда мы перенесли этот стол. Видите, какая у меня огромная кухня. Вот сюда мы хотим с Ашкимом купить стол. И вот такой вот я хочу уголок. И такой круглый стол хочу. Ну, не круглый, а овальной формы. Ну, естественно, вот эту коробку потом уберем. Ну, вот сейчас, в данный момент, вот так все выглядит. Посмотрите. Правда же, много места стало. Вот, вот, вот. Я оставила себе стол, иногда я устаю сейчас. И потом занавески, там еще окошко помою. Ну, вот, 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 постепенно. Кстати, Ашким сказал, что завтра отключат воду на какое-то время. Надо мне успеть и убрать так же и другие комнаты, полы перемыть. Друзья мои, переходим на тот балкон. Ну, а вот и мой балкон с этой стороны. И все перемыли. Дорожечки перемыли. Вот, посмотрите. Мое кресло. Вот тут я люблю, буду отдыхать. Даже два человека. Там будет для Ашкима. Вот, вечером очень классно здесь. Посмотрите. Классно, правда? Ну, мне нравится с того, что я имела. Получилось неплохо. Получилось замечательно. Особенно, посмотрите, на мой любимый Мерси. Ну, посмотрите, как чирикают птички. Вот, пикник устроили. Парк переполнен. Кстати, советую вам посмотреть. Я сегодня поставила в сообществе видео. История о том, как родилась моя внучка. Старшая. И посмотрите, какие у меня там волосы. Вот такой цвет волос я хочу. Подойдет же у меня сейчас? Я думаю, что подойдет. И буду уже отращивать, естественно, и меняться. Было бы, вроде бы, год назад это все было. А я так изменилась, мне кажется. И там пикник. Моих деток не хватает, внуков. Но в этом году к бабуле, они не приедут, бабуля к ним поедет. Так хотелось. Ну, знаете, что, друзья мои, я не переживаю, потому что всегда говорю, что все, что идет, идет к лучшему. Мояш Кэм пошел сейчас заниматься спортом. Он, кстати, похудел у меня. Такой ответственный, ни один день не может пропустить. Только вчера пропустил из-за того, что со мной пошел на бизнес-встречу. У меня одна подписчица спрашивала, что в Чешмеле вы делали. Там живет спонсор моего спонсора. Она переехала в Соланье и помогает мне в работе. Ну, она уже в компании около пяти лет. Так что, кто в Мерсине, пожалуйста, можно встретиться вживую. Покажу вам и золотые слитки, которые заработала моя спонсор. У нее бумаг на очень большое количество куплено денег. Еще одна моя подписчица, грузиночка, землячка, она живет за границей. Она мне написала такое, что нога будет болеть после травмы столько дней, сколько мне лет. Значит, 48 дней. Сейчас вот сижу в этих тапочках. Кстати, тапочки завтра надо маникюр поменять. И здесь у меня уже, видите, от моей уборки. Хоть я так не мою посуду, но все равно хочу поменять какой-то другой красивый лак. У меня столько красивых вещей. Сейчас покажу вам. Но вы же мои подружки, поэтому я и хочу вам поделиться с вами, что имею. Ой, у меня, оказывается, я посмотрела очень много чего есть интересного. Ну, вот я это раньше в Грузии покупала на каком-то сайте, уже даже не помню. Вот эти полоски, ну, это когда кому-то делаешь или себе на ноги. Вот разные, можно специальные. Ну, кто из вас владеет искусством маникюра, понимает, что это такое. Вот такие разные кисточки. Вот такое у меня есть тоже упаковка целая. Вот, посмотрите, разные камушки. Вот, даже есть у меня на гелевый маникюр или шлак, шлак. Вот такие вот у меня есть. Кисточки разные, но эти кисточки я пыталась как-то рисовать, не получилось. Очень много у меня вот этих полосочек красивых. Посмотрите. Так, это в одной сумке. Теперь, ну, такие разные разукрашки, эти наклеечки. Вот наклейка. Девочки, вот такие вот у меня камушки. И вот такие наклейки, бабочки. И вот такие камушки. Все я это умею делать. Вот такая умница. Ну, лаки. Сейчас хочу заказать себе серию. У меня вот быстро сохнущий лак. Я наношу после обычного лака. И он мне за 2 минуты все высыхает. Это проверено 100%. А сейчас я хочу заказать из серии Ивруше. Там есть и ацетон без аммиака. Вот такие вот у меня есть тоже. Ну, я не знаю, вот что делать из них. Что можно придумать. А где-то у меня еще было. Очень много разных у меня. Посмотрите. Надо посмотреть в другой сумке. Видите, какие разные красивые мне вещи. Наклеечки. Еще где-то наклеечка была. Черные были наклеечки. Такие не могу найти. Ну, такие причиндалы, естественно, есть. Все есть, все. Барахло. Полна барахла. Вот еще такую нашла. Зеленую. Вот смотрите. Вот смотрите. Вот смотрите. Вот еще такая. Две штуки. Малиновая. Посмотрите, сколько чего у меня есть. И здесь кисточки. Этот лак я в Турции купила. Вроде бы сохраняет ногти и не лечебные. Но я сейчас вот в Вибраше найду. Посмотрите. Если с вами посмотрю на эти кисточки. Ну, вот эти кисточки, они не такие хорошие. Понимаете? Ну, нехорошо красят они. Хоть мягкие, да? Новые вообще. Так, это я спрячу и покажу. Свои лаки. Видите? Сколько у меня много чего. И обидно, если буду носить закрытую обувь. Принесла свои лаки. И вот такие я купила. Очень красиво на ноготь сыпать. У меня четыре цвета. И серебро. Вот золотой. И серебряный. Красивый эффект тоже. Ну, полно есть, да? Вот мои красные лаки. Пастель мне очень нравится. И вот эта хорошая фирма. Вот сейчас у меня вот такой. Так. Ну, вот смотрите. Вот такой цвет есть. Вот такой. Вот такой. Этот уже заканчивается. Надо выбросить. Вот. Ревлон. Я заказала. Купила. А бордовых у меня очень много. И это ревлон. И это бордовый. Но это пастель. И это бордовый. Как я так купила, что у меня так много бордовых. Посмотрите. И это бордовый. А это гелевый. В общем, у меня четыре бордовых цвета. Раз, два, три, четыре, пять. Вот такой есть. Вот такой. Синий люблю делать. Белый. Вот этот уже надо выбросить. Вот эти разные с блесками. Обычный турецкий. И этот с блесками. Вот такие вот тона. Это сиреневый. Кстати, это, знаете, что для французского маникюра. А, и вот у меня еще, посмотрите, камушки. Вот. Света. А это вот у меня такой металлик. Очень красивый. Маленькая упаковочка. Этот мне нравится цвет. Томатовый. Это лечебный какой-то. Вот это такой уже закончился. И золотистый. В общем, смотрите, это мои лаки. Я такую же половину отрезала дочкой в том году. Себе новые купила. Сейчас надо пересмотреть, что здесь мне не годится. И повыбрасываю. Конечно, как у каждого человека есть проблемы. Если не у меня проблемы, то в семье проблемы. Но без этого неинтересно жить. И так ли мы должны решать проблемы по мере поступления? И у нас все получится, но и сильно не так. Пошла я готовить. А то Ашкем сейчас придет. Кушать нету. Вот Ашкем пришел. Сидим на балконе, кушаем. Я много чего не готовила. Мы же вчера дома не было нас, а я до этого приготовила. Вот что было. Подогрела. Только макароны свежие сделала. Так что будем кушать. Вот покажу. Все понемножку. Не покушаем, выброшу все. Вот мой Ашкем. Телевизор. Телевизор вот так вот мы смотрим. Окна открыли и все видим. Там капатмак и шик даулор. Видели? Выключить свет, говорю. И вот наш гигос. Она на собаке ор. Кунуш берас. Верберши. И сын, я ваш, я ваш. Гигос, гигос. Огурец хотел ему дать. Будем сейчас вот кушать. Приятного всем аппетита, друзья мои. И смотрю, все соседи тоже там сидят. Такой наблюдательный пункт у меня будет. Сидят. Все, видите, на балконах. Ну, у нас живут здесь на балконах. Такой прохладный ветерок дует. Ой, красота. Не так ли? Вот и еще один день закончился. Всем приятного просмотра. Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите комментарии. Подписывайтесь. Ставьте лайки, дизлайки. Всем пока-пока. С вами была Светлана Ата. Гигос хорошая птичка. Гигос хорошая птичка. Вот надо много мне терпения, чтобы он заговорил, эта птичка.